Одна из главных страшилок, которую Лукашенко использует для усмирения протестов, это возвращение в голодные 90-е. Тогда мы погрязли в бесконечных политических спорах и дебатах, в ущерб принятию безотлагательных решений. Тем временем страна катилась в пропасть, а народ оказался на грани выживания. Предполагается, что Лукашенко поднял страну с колен и сделал все, чтобы привести ее к процветанию и благосостоянию. Но если начать разбираться, то вырисовывается совсем другая картина. Экономика Беларуси бурно росла лишь в конце 90-х, начале нулевых годов. Причем многие экономисты сходятся на том, что этот рост был обусловлен не столько гением Лукашенко, сколько просто удачным стечением обстоятельств. А к концу нулевых источники экономического роста истощились и страна начала стагнировать. Именно тогда всплыла острая необходимость серьезных реформ. Нужно было проводить либерализацию экономики, расширять пространство для частного бизнеса, развивать рыночные отношения и повышать эффективность госкомпаний. Но Лукашенко рыночной экономикой никогда не нравилась. Он считал, что она открывает дорогу к экономическим преступлениям и появлению олигархов. И поэтому он решил пойти другим путем, а именно превратить Беларусь в маленький заповедник социализма с огромным госсектором и навязчивым госрегулированием. Сейчас доля государства в экономике Беларуси составляет около 70%. Причем госпредприятия в большинстве своем страшно неэффективны. Производительность труда в стране в 5 раз ниже, чем в Евросоюзе. В том числе из-за того, что Лукашенко активно боролся с безработицей, создавал рабочие места просто ради того, чтобы люди хоть где-то числились. Единственная высокопроизводительная отрасль в Беларуси – это IT-сектор, в котором еще работает либеральная модель ведения бизнеса. Но это не то, чтобы заслуга Лукашенко, а скорее пока еще его недоработка. Еще до выборов экономика Беларуси находилась в довольно плачевном состоянии. И сейчас многие задаются вопросом, как на нее повлияли протесты и эпизодические забастовки. С начала массовых демонстраций курс белорусского рубля упал на 8%. Но чиновники связывают это не с проблемами в экономике, а с негативными ожиданиями. Пока что за счет государственного контроля властям удается удерживать валютный курс на приемлемом уровне. Финансовая помощь также в скором времени придет и из России. Лукашенко уже договорился с Путиным о рефинансировании долга в размере миллиарда долларов. У нас достаточно резервов для того, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс. Более того, мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр приведет переговоры с Михаилом Владимировичем Мишустином по поводу рефинансирования миллиарда долларов в этом году по долгу Российской Федерации. И в случае необходимости эти деньги будут использованы для подкрепления национальной валюты. Мы у себя этот миллиард долларов договорившись с Россией оставим, и это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты. Я не знаю, что он там пообещал Путину и как они там договорились, но фактически сейчас все дыры будут закрываться за счет денег российских налогоплательщиков. Чтобы поподробнее разобраться в ситуации, я поговорил с белорусским экономистом Сергеем Чалом и с уже знакомым многим из вас российским экономистом Сергеем Гуриевым. Давайте разберемся, что на самом деле происходит с белорусской экономикой и что будет дальше. Если можно, не могли бы вы сначала в двух словах описать текущую экономическую ситуацию в Беларуси. Какие процессы там сейчас происходят у них? Если мы вернемся, скажем, на месяц или на полгода назад, или еще лучше, скажем, на год назад, то белорусская экономика находилась в стагнации. Что это означает? Что была экономическая модель, которая была зависимой от российских субсидий. Есть большой государственный сектор, многие из этих государственных предприятий убыточны. В них не происходит эффективного менеджмента, эффективных инвестиций. Они финансируют убытки за счет госбанков. Соответственно, в госбанках тяжелая ситуация. Кто-то должен за это платить и платит за это Россия. Мы с вами. Так или иначе, миллиарды долларов российских субсидий, прямых, непрямых кредитов, которые не возвращались, а рефинансировались. Заниженных цен на нефть, которую Россия поставляла на перерабатывающие заводы в Беларусь, а потом Беларусь переработанную нефть продавала по рыночным ценам. В общем, вся эта модель существовала за счет российских субсидий. По мере того, как у России самой заканчивались лишние деньги и по мере того, как у России заканчивалось терпение, эта модель зашла в тупик. И в целом, последние несколько лет, после 2014 года, доходы беларусов перестали расти, а у многих беларусов они на самом деле начали падать. Но это то, что было, скажем, в прошлом году. Мы помним 19-й год, когда Владимир Путин вел интенсивные переговоры с Александром Лукашенко о возможной интеграции. И рычагом в этих переговорах было как раз использование этих субсидий. Часть этих субсидий заканчивалась, и российские власти говорили белорусскими, у вас тяжелая экономическая ситуация, вам нужны наши субсидии, давайте интегрироваться. Вот у нас есть такой план интеграции, давайте, давайте. И Александр Лукашенко сказал, нет, суверенитет важнее, чем миллиарды долларов. Это то, что было в прошлом году. В этом году Александр Лукашенко совершил целый ряд ошибок с точки зрения реакции на коронавирус. Но, помимо всего прочего, весь мир находится в рецессии, и белорусская экономика тоже находится в рецессии. В этом году белорусский ВВП сократится на 6%. Доходы беларусов падают, смертность от ковида достаточно высокая, несмотря на отрицание Александра Лукашенко. И поэтому эта ситуация более тяжелая. Дополнительные трудности возникнут вследствие того, что происходит сейчас. Насилие на улице, возможные забастовки. Не надо ожидать какого-то макроэкономического коллапса. Но серьезный спад в экономике возможен. И если не будет разрешения политического кризиса, то вполне возможно и ситуация, где этот спад будет затягиваться, продолжаться, углубляться. Мы не знаем, как Александр Лукашенко будет отвечать на эти вызовы, собирается ли он в отставку, о чем он договорился с Владимиром Путином. Но то, что ситуация в политике имеет большие отрицательные экономические последствия, это очевидно. Правительство у нас буквально меньше месяца назад было сменено. Были убраны все специалисты, которые в экономике что-либо понимали и были назначены вместо них люди в погонах, что называется. Доверие к политике экономики у экономических агентов подорвано. Треской выросла стоимость внешних заимствований. Нацбанк готовится работать в условиях валютного дефицита, скорее всего. Происходит явный набег на банки сейчас со стороны населения. Люди снимают депозиты, причем, скажем так, любые, но не все. Дело в том, что у нас уже существует довольно много так называемых безотзывных. Они, конечно, не совсем безотзывные, но в принципе, они немножко людей сдерживают это. Нацбанк сам признал, что ситуация такая, что, в общем, как-то надо не создавать панику. И пускай коммерческие банки наличную валюту подвозят. Приостановил Назбанк, вот это вот такой довольно свежий момент, приостановил Назбанк выдачу за исключением совсем уже антикризисных кредитов коротких коммерческим банкам. Ну, понятно, для чего это делается. Это делается для того, чтобы банки не предъявляли повышенный спрос на белорусские рубли с тем, чтобы ими же играть в валюту. То есть так, как это обычно бывает в ситуации валютной паники. То есть в день у нас вот объемы торгов на валютной бирже, они рекордные за последние примерно почти пять лет. Вот с момента кризиса конца 2014-2015 годов. Забастовки, которые, может быть, пока еще не дают какую-то такую серьезную угрозу для экономики, но потенциально это вещи довольно опасные, потому что, ну, просто, чтобы вы понимали, у нас экономика с точки зрения именно валютных поступлений, она работает с колес. То есть у нас объемы погашения внешнего долга таковы, что примерно только четверть из этой суммы зарабатывает белорусский бюджет, остальное нужно рефинансировать. Значит, с учетом того, что сейчас доходности по нашим еврооблигациям там вблизи 10%, понятно, что никаких там западных внешних займов, ни коммерческих, ни еще каких-то, то есть, ну, их не будет. Единственным кредитором, что называется, последней инстанции для Беларуси, очевидно, остается Россия. Ну, Россия сама, как вы знаете, недавним решением Минфина занесла на список стран, которые хоть и дружественные с точки зрения политического строя, но ненадежные в качестве заемщика, то есть там в один ряд с Венесуэлой нас поставили. Многие телеграм-каналы, которые сейчас заняты координацией белорусских протестов, например, там Нехта, да, с просто феноменальным количеством подписчиков, они там чуть ли не каждый день, ну, так прямо нагнетают такую панику, бегите и снимайте деньги из своих банковских вкладов, меняйте, в обмене, как заканчиваются доллары, то есть, они как бы вот все это пишут. Это, насколько вот эти вот опасения и советы, они имеют сейчас отношение к реальности, то есть, это такая просто попытка обрушить там банковскую систему и вызвать панику у населения, или это действительно есть опасность там дефолта, есть опасность там закрытия каких-то банков и там крак белорусского рубля? Вы знаете, любая банковская система основана на доверии. Если вам удастся развязать панику, любой, даже самый здоровый банк будет вынужден закрыться. Сама модель современного банка основана на том, что не будет паники. Если все граждане придут в один и тот же день, любой, даже самый здоровый банк будет вынужден закрыться. Поэтому, если вам удастся вызвать недоверие к белорусской банковской системе, то она и рухнет. И в этом смысле трудно отделить настоящие проблемы от проблем, созданных недоверием к системе, с одной стороны. С другой стороны, конечно, в белорусских госбанках есть большие проблемы, связанные с тем, о чем я только что говорил, что многие госбанки дали большие кредиты госпредприятиям, эти кредиты не будут возвращены. Если Россия за это не заплатит или кто-то другой за это не заплатит, то проблемы, конечно, есть. В целом, действительно, граждане, которые сделали ставку на девальвацию, уже выиграли. Еще задолго до призывов вот этих каналов люди уже совершили один из набегов на банки. Это было связано с тем, что, в общем, как бы все догадывались, что во время подавления, что называется, акций сопротивления, акций протеста, вероятнее всего, интернет работать не будет по всей стране. Так и произошло. То есть, это, правда, всех удивило, потому что все думали, что это может быть как-то там точечно. Но нет, вся страна была в таком блэкауте совершенно трое суток. И понимая, что, вероятнее всего, не будет работать мобильный интернет, значит, люди просто пошли, что называется, превращать свои вклады в наличные, потому что терминалы не работали. А у нас страна такая, достаточно, я скажу, сравнимая с североевропейской по степени проникновения именно безналичных платежей. То есть, это уже было задолго до призывов, и это, в общем, как бы банкам не сильно понравилось. Это раз. Второе. Здесь нужно иметь в виду следующую вещь. Так же, как у вас в России с декабря примерно 2014 года, так и у нас существует очень гибкий валютный курс, когда Национальный банк, либо ваш Центробанк, он руками курс не трогает. И в случае любой паники, ну, это просто приводит к тому, что, ну, скажем, валютной паники, это приводит к тому, что курс взлетает, Национальный банк некоторое время на это спокойно смотрит, потом появляются какие-то люди, которые говорят, ну, вот, типа, я думаю, что по такому курсу можно валютную выручку уже продавать, он отыгрывает там какую-то часть своего падения, и ничего, в принципе, страшного с экономикой не происходит. Сейчас обсуждается, что Евросоюз будет вводить какие-то санкции, пока мы ничего не видим, но разговоры идут. Какие-то могут быть санкции, насколько они могут оказать действительно какое-то серьезное влияние на Лукашенко, на его окружение, это будут какие-то финансовые санкции, то есть о чем вообще там можно говорить? Мы с вами разговариваем 28 августа, вчера Эстония уже ввела санкции, и другие страны последуют этому примеру. Очевидно, что это будут персональные санкции против руководителей белорусского режима, силовиков, вполне возможно пропагандистов, вполне возможно будут идентифицированы те люди, которые пытали политических заключенных. У многих европейских стран есть акт магнитского, и в этом смысле действительно эти санкции будут достаточно существенными для этих людей. Эти санкции не будут существенными для экономики, не будет санкций против граждан Беларуси. Но я вам напомню наш собственный опыт. Как вы знаете, когда, условно говоря, Америка вводит санкции против друзей Владимира Путина, Владимир Путин принимает специальные законы, что мы, российские налогоплательщики, должны так или иначе помочь этим людям, которые попали под американские санкции. В конце концов, хотя Америка вводит санкции против олигархов, за это платят не олигархи, а простые налогоплательщики, такие как мы. Может быть, то же самое будет и в Беларуси. Главное, впрочем, это не европейские санкции, а американские санкции. Об этом пока речи не идет. Почему американские санкции важнее, чем европейские? Потому что Лукашенко хранит свои деньги не в Европе, а на Ближнем Востоке. И европейские банки, конечно, не так важны для Лукашенко, как долларовые санкции. Надо помнить, что Америка имеет такой важный рычаг, как санкции против банков, которые используют доллары. Слушайте, ну вы же лучше меня знаете, какие санкции работают. Помните, когда у вас тоже они в России были? То есть я не говорю о страшных каких-то случаях, которые теоретически могут применяться к совсем уже диктаторским режимам, видим в виде отключения от SWIFT или запрета хождения долларовых сделок по курсчетам американских банков. Но вот, например, такая работа, как отказ от покупки суверенного долга длиной более чем 30 дней, вот то, что с Россией произошло, и это де-факто фактически закрыло рынок длинных денег. То есть это было бы, конечно, эффективным методом, но, как мне кажется, в принципе, это в самом же происходит по факту. То есть политических решений сильно не нужно. У нас не было серьезных межгосударственных кредитов. У нас явно прекратится сотрудничество с европейскими структурами, как, например, ЕБРР, банк реконструкции и развития, который у нас некоторое время уже практически заменял с собой наши источники инвестирования в инфраструктуру. Как бы никаких межгосударственных кредитов и так не было. То есть их Запад и так не покупал. Вы говорите, что на сегодняшний момент белорусская экономика сильно зависит от России. Если мы себе представим вариант, что сейчас Лукашенко уходит в отставку, добровольно-недобровольно, побеждает белорусская оппозиция. То есть они, получается, дальше должны будут договариваться либо с Россией, либо с Евросоюзом. Насколько вообще в ближайшие годы, в обозримом будущем Беларусь может стать более-менее независимой с экономической точки зрения? Белорусская экономика никогда не сможет построить стену. В обозримой перспективе белорусская экономика не будет строить стену на границе с Россией. Беларусь продолжит торговать с Россией, продолжит привлекать российские инвестиции. Звучит так, что Россия собирается сократить субсидии, даже если Лукашенко останется у власти. Если Лукашенко не согласится на передачу существенной части суверенитета в Москве. Поэтому, действительно, это будут трудные годы, но, с другой стороны, они будут трудными в любом случае. Как я уже сказал, модель Лукашенко зашла в тупик, ему нужны новые идеи, этих новых идей нет. Поэтому, если действительно в Белоруссии будет смена режима, если белорусская оппозиция не сможет договориться о продолжении субсидий, что вероятно, то нужны будут существенные заимствования, в том числе из МВФ или Евросоюза. Это не является маловероятным, это вполне возможно. Мы видели, что Украина в гораздо более тяжелой ситуации, которая находилась в 2014-2015 году, смогла так или иначе выйти из макроэкономического кризиса. И вплоть до этого года, когда наступила рецессия, связанная с коронавирусом, украинская экономика росла. И в том числе потому, что ей удалось реструктурировать внешний долг, привлечь деньги из Европы, из МВФ, все это не является невозможным. Поэтому, будет ли белорусская экономика зависимой от России, она будет всегда зависимой от России, как от торгового партнера, инвестиционного партнера. Будет ли она зависимой от России, как от страны, которая продолжает финансировать убыточный государственный сектор в Беларуси, это другой вопрос. Скорее всего, при новом режиме такого не будет. И в этом смысле белорусам придется проводить реформы. Эти реформы могут быть более или менее болезненными, в зависимости от того, насколько белорусам удастся привлечь средства с Востока или Запада. Если мы говорим про экспорт белорусских предприятий, насколько я понимаю, он ориентирован в первую очередь на Россию? Ну, примерно пополам, на самом деле. А, то есть, в Европу тоже? Да, да, да. Примерно пополам. То есть, где-то порядка 40-45% это Европа и Россия. Просто они очень отличаются по эти экспорты, по своей структуре. Развитый мир – это главным образом экспорт первого передела, либо сырья. Нефтехимия, нефтепродукты. Ну, то есть, то, что делается из купленного российской нефти. Гродно-азот – это азотное удобрение, которое делается из газа. И, конечно, калийное удобрение. То есть, то, что добывается, это такая вообще наша для властей большая жемчужина. А то, что идет в Россию, это главным образом такие трудоемкие вещи, как… Ну, то есть, раньше это, возможно, было даже какое-то машиностроение, но по мере того, как это в нашем машиностроении гниет, то все меньше продаж мазов, все меньше продаж тракторов, все меньше продаж комбайнов, да. А все больше продукция, скажем, вот сельского хозяйства. Ну, то есть, вот вся молочная наша отрасль – это примерно 4 миллиарда долларов экспорта в Россию. Чуть-чуть начинается рынок Китая, но там пока очень слезы просто. Вы упомянулись, так, Гродно-азот, по-моему, был одной из первых предприятий, которое там бастовать начало. Я не знаю, как там сейчас у них идут дела. Что сейчас вообще происходит с забастовками, насколько они эффективны, насколько они могут серьезное влияние оказать на ситуацию? Ну, они, мне кажется, все-таки больше играют роль такую символическую, чем на самом деле угрозу сделать больно. То есть, понятно, что, скажем, забастовка Гродно-азота или, например, Беларусь-калия, то это действительно потенциально может быть очень больным, потому что, ну, скажем, рынок калийный, он очень такой напряженный. Там 4 игрока, включая ваш Урал-калий, который в 2013 году развелся. И там, на самом деле, очень сильна конкуренция. То есть, стоит показать себя ненадежным заемщиком по длинным контрактам, и, в принципе, вы можете там надолго, ну, минимум на год, потому что это очень сезонный рынок, это же рынок для сельхозяйственных производителей. То есть, вы примерно на год там или хотя бы полгода вы теряете источник валютных поступлений. То есть, вот это действительно опасно. Ну, и плюс, вы же понимаете, что шахтеры – это шахтеры, это, ну, это архетип, да, это такие, как бы, самые-самые-самые пролетарии. То есть, когда из земли поднимаются шахтеры, падает режим Ярузельского, там, режим Горбачева, вот что-то такое. То есть, вот это все, все это помнят хорошо. На каком-то предприятии у них получилось забастовки организовать, или в итоге так ничего и... Беларусь-калий останавливался, да. Сейчас вроде все заработали. Как я понимаю, большинство, да. Вот, но само стащичное движение никуда не делось. То есть, там постоянно люди, что значит, выходят к проходным, постоянно идут разговоры с администрациями завода, либо администрациями городов, в которых эти заводы находятся. То есть, там без всякой внешней помощи были сформулированы требования, которые нужны. Там, вплоть до того, что, скажем, там, первое требование, дай бог памяти, где же это было, по-моему, в Бобруйске, «Пускай ОМОН убирается из нашего города». Да, да, да. Это действительно было так неожиданно, потому что этого никто не придумал, это придумали они сами. Угроза эта висит постоянно. Конечно же, там, ну, откровенно просто вот охотятся за, как считают власти, зачинщиками, да, там, точечно пытаются их, там, запугивать, увольнять, еще что-то. Но дело в том, что такого уже большого страха нет. Понимаете, у нас главным открытием этого сезона, вот, осенне-летнего, было то, что очень велика солидарность в обществе. Людям увольняемым, там, довольно быстро оказывают помощь, превышающую, там, условно годовую их зарплату. Это, конечно, Лукашенко очень пугает, потому что ему кажется, что это и есть тот способ, с помощью которых людей, что называется, там, стимулируют к этим, да, там, протестным акциям. Но нет, на самом деле, все было совсем наоборот. По поводу госсектора, все тут идут предприятия, которые убыточны, неэффективны. И Лукашенко так часто пугает, да, что сейчас, ну, фактически через эти госпредприятия, да, осуществляются какие-то там социальные функции. Там, избыточное количество работников, которые не нужны, они производят часто никому не нужный, там, товар, который, опять же, идет там в нагрузку кому-то. И он пугает, что сейчас вот, если не я, да, то придется, сейчас придут здесь всякие вот эти вот молодые реформаторы, вас всех поувольняют, эти заводы там ненужные позакрывают, приватизируют. И вообще вся эта история там как-то рухнет. Когда мы говорим про серьезные реформы, правильно ли я понимаю, что вот этот госсектор, который сейчас неэффективен, это такая самая болезненная будет реформа, чтобы вот со всеми этими заводами его разбираться потом? Совершенно правильно, Илья. Это главный вызов, реформ. Мы видели, как эти реформы проходили в Центральной Восточной Европе 25-30 лет назад. И действительно, многие ошибки были совершены и многие уроки выучены. И очень важно проводить приватизацию так, что те люди, которые теряют работу в результате приватизации, такие люди, несомненно, будут именно потому, что госпредприятия часто имеют избыточную занятость и используются как механизм социальной помощи, а не механизм производства добавленной стоимости. И в этом смысле, наверное, будут госпредприятия, в которых будут увольнения, сокращения занятости. И очень важно помочь тем людям, которые теряют работу, для того, чтобы люди понимали, что реформы производятся не для того, чтобы навредить народу, а наоборот, чтобы помочь народу. Надо сказать, что Лукашенко много раз обещал, что он сам проведет приватизацию. Лукашенко, немножко как наш с вами знакомый Владимир Путин, говорил много разных вещей на протяжении своей карьеры. Он так давно у власти, что он говорил, что он и против приватизации, и за приватизации, и против реформы, и за реформы. Поэтому вы можете увидеть целый ряд аргументов из-за и против приватизации, которые он произносил. Но приватизации не было. И он действительно использует госсектор как механизм помощи людям. Это неэффективный механизм. Лучше эти деньги раздать людям напрямую, чем вкладывать их в производство, которое вычитает добавленную стоимость, уничтожает стоимость. И тем самым люди получают меньше, чем если бы они получили эти деньги напрямую. Поэтому, конечно, эти реформы нужны. При этом говорить о том, что эти реформы обязательно приведут к закрытию всей промышленности, не стоит. Надо помнить, что произошло, например, в Центральной или Восточной Европе. Сегодня, скажем, Словакия – это страна, в которой производится больше всего автомобилей мира на душу населения. Это не страна, где нет никакой промышленности. Это, наоборот, очень высокоразвитая промышленная страна. Беларусь может стать частью европейской торговой системы, европейской системы цепочек добавленной стоимости. Это абсолютно реально. И то, что сделала Польша, Словакия или Словения или Чехия, вполне возможно сделать в Беларуси. Здесь нет ничего невозможно. Смотрите, отношение Лукашенко к приватизации, оно выражается примерно двумя фразами, в зависимости от того, когда это говорится. То есть наступает какой-нибудь экономический кризис, будь то 2009 год, будь то 2011, будь то там 15-16. И он говорит, слушайте, ну какой дурак продает активы, когда они упали в цене? Давайте подождем, когда там цена вырастет. А когда кризис заканчивается и становится все хорошо, он говорит, ну такая корова нужна самому. Какой смысл продавать успешное предприятие? Она же работает. И получается, что продавать не нужно никогда. Но действительно, за это время они довольно сильно теряют в цене. То есть когда-то, например, Лукашенко откуда-то по методу полпалец-потолок придумал, что Беларусь-Калий он готов продать за 30 миллиардов. Естественно, за это время цена упала очень сильно. И если считать по аналогичным коэффициентам или по методу дисконтирования будущих потоков, то получается, что это предприятие стоит реально раз в 10 примерно меньше. Понятно, что это ему кажется за бесценок, но когда у вас нет рынка, вы не можете говорить, сколько это стоит на самом деле. И я так думаю, что даже и экономический блок, и вообще люди, приближенные к нему, постоянно поддерживают у него эту иллюзию, что действительно у нас все хорошо, только не хватает исполнительской дисциплины, может быть, каких-то денег на перевооружение. Но в принципе эти предприятия, ну вот представьте себе, давайте возьмем, скажем, МАЗ, да, у которого прямой конкурент это КАМАЗ, где там основной акционер это Даймер Бенц. То есть на МАЗе примерно около, ну если считать, наверное, со смежными предприятиями около 20 тысяч работает, но, наверное, на самом деле 15, да, и он производит примерно 15 тысяч машин в год. То есть это абсурд, вы не окупаете, то есть у вас условно постоянные издержки столь высоки, что вам нужен рынок раза в три примерно больше, там, да, еще хорошо бы и больше, в четыре, чтобы вы, наконец, работали рентабельно. А нет у него такого рынка. То есть нужно было когда-то объединяться, там, не знаю, с кем-то, с кем угодно, там, с тем же КАМАЗом и там еще что-то. Вот, а сейчас такое гигантское предприятие никому не нужно. В любом случае Беларусь рано или поздно ждут какие-то реформы и реструктуризация предприятий, и вот эти вот страшные картинки, которые Лукашенко рисует, они все равно реализуются. Вы говорите, значит, часть предприятий придется закрыть, убыточных, да, которые никому не нужны. Рабочих там придется как-то оптимизировать, там, увольнять. То есть вот эти вот страшные картинки, они рано или поздно сбудутся. Нет, так вы же поймите, что на самом деле ничего страшного в этом нет. Нет, в действительности нельзя сравнивать то, что стоит перед нами с трансформационным спадом 90-х годов, который был просто, ну, необходим, потому что, ну, у вас была одна экономическая система, вы строили другую. У нас уже давно есть довольно большой все-таки там и достаточно эффективный частный сектор. Знаете, как в грузинском анекдоте, какой транспорт самый быстрый в мире, да, троллейбус. Почему? Потому что привязанный и так бегает. Если отвязать, то улетит, наверное. Это вот белорусский бизнес. Он связан по рукам и ногам, там, проверками. Ну, в общем, ужас-ужас, да, и тем не менее каким-то образом живет. То есть просто представьте себе, что у вас есть предприятие, которое производит ненужную рынку продукцию. Работает на склад. И вы платите этим людям зарплату. Но фактически это не зарплата, это пособие по скрытой безработице. Для экономики было бы лучше, чтобы они не производили то, что не нужно рынку, и получали бы эти деньги, вот ровно эти же деньги, да, в виде пособия по безработице, открытой безработице. Им не нужно было бы там сидеть и делать вид, что они чем-то заняты. Они искали бы себе какие-то более эффективные методы приложения своей рабочей силы. И в целом для экономики это будет положительно. На какие страны в плане реформ стоит Беларуси ориентироваться, в случае, вот если придет какая-то новая команда? С каких стран пример брать? Есть два примера. Венесуэла и Польша. Вот выбирайте, по какому пути вы хотите пойти. Венесуэла это страна, где лидер оставался власти, отставил свое право на власть при помощи силы. При этом надо сказать, что, видимо, Мадуро пользуется гораздо большей поддержкой в Венесуэле, чем Лукашенко. Мадуро поддерживает меньшинство населения, тем не менее, гораздо большее количество людей, чем поддерживает Лукашенко в Беларуси. Несколько лет правление Мадуро таким образом привело к тому, что ВВП Венесуэла сократился вдвое. 10% населения покинуло страну, и качество жизни упало настолько, что людям просто нечего есть. За несколько лет средний оставшийся в стране венесуэлец потерял 10 килограмм веса. Это такой путь, который можно легко прочертить и для Беларуси. С другой стороны, можно ориентироваться на Польшу, на Литву, на другие страны, которые пошли этим путем в 90-х годах. Были сделаны существенные ошибки, но сегодня Польша – это страна с высоким уровнем дохода, и в ней продолжается экономический рост. Литва – это страна, которая сталкивается с огромными проблемами. Тем не менее, это страна, которая была раньше на том же уровне дохода на душу населения, как и Беларусь, всего лишь 20-25 лет назад, а сегодня существенно богаче. И опять-таки, последние 10 лет в Литве продолжается экономический рост, а в Беларуси – нет. Есть пример довольно близких соседей, стран, с которыми мы граничим, а некоторыми не граничим, но тоже близки. Бывшая Чехословакия, две страны – Венгрия и Польша, у которых реально получилось. У них разный был путь. Ну вот, скажем, Словакия, она вообще очень сильно близка Беларуси, потому что у нее есть опыт таких вот, ну вот тоже стоп-н-го реформ. То есть они их запускали, потом забрасывали, там большая доля тоже государственного сектора была. В общем, у них там была серия кризисов, связанных вот с ошибками на этом пути, примерно та же, что и у нас. Но в конечном счете они тоже примерно поняли, что делать нужно, и довольно успешно встроились в систему международных отношений внутри Евросоюза. Один из первых, по-моему, первый даже, кто поздравил Лукашенко, был Синь Цзиньпин, и в первый день, утро Лукашенко, после вот этих так называемых выборов, он начал со встречи с послом Китая, где они поехали на какой-то там завод по переработке пшеницы, и вот он там с китайской делегацией все это осматривал. Есть ли какие-то интересы у Китая, и может ли в случае, если не получится там с Россией, ну понятно, не получится уже с Европой, может ли как-то Китай вступить вообще в эту игру финансово, не знаю, по влиянию, или как-то стать третьим участником? Китай давно участвует в экономике Беларуси, Китай рассматривает Беларусь как очень важный опорный пункт в Восточной Европе. Лукашенко давно пытался использовать Китай в качестве противовеса России. Я очень хорошо помню, когда я работал главным экономистом ЕБРР и встречался с белорусскими чиновниками, очень часто у белорусских чиновников визитки были с одной стороны по-английски, с другой стороны по-китайски. Это была вполне нормальная часть их работы, привлекать китайских инвесторов, общаться с китайскими чиновниками. В Беларуси создан специальный промышленный парк, индустриальный парк «Великий камень», в котором большинство инвесторов являются китайскими. Но надо помнить, что Китай – это очень прагматичная страна. Если она видит, что его инвестиции находятся под угрозой из-за смены режима, то он вряд ли будет инвестировать в такую страну. Россия гораздо более, как бы это сказать, идеологическая страна. Вы помните, в 2013 году Россия дала взаймы Виктору Януковичу 3 миллиарда долларов из наших с вами денег, из фонда национального благосостояния. Эти деньги мы до сих пор не увидели, и вполне возможно, мы их никогда не увидим назад. И Россия не опасается, точнее российская власть не опасается потерять наши с вами деньги, если считать, что нужно поддержать какого-нибудь дружественного недемократического лидера. Китайские руководители в этом смысле гораздо более прагматичны. Ну, я не уверен, что Китай будет помогать. Китай, он, в принципе, уже, как мне кажется, научен горьким опытом помогания Венесуэле, когда пришлось списать гигантские суммы кредитов. То есть Китай, конечно, заинтересован немножко в Беларуси, потому что мы для них, что называется, такая важная перевалочная точка на пути сухопутного вот этого великого шелкового пути. То есть у нас в технопарке находится такой большой логистический субпарк, которым вот Китай очень удобно пользуется. То есть это вот где-то такая середина пути от них до прямо Лондона, вот, контейнеровоза. Даже в хорошие годы они, в общем, не очень-то помогали кредитами, в том смысле, что львина их доля была кредитами связанными, и фактически это была больше помощь китайской экономике, чем белорусской. То есть когда у вас экономический рост обеспечивается инфраструктурными инвестициями внутри Китая и переинвестированы внутри, вы пытаетесь его экспортировать наружу. Вы точно так же финансируете либо госбанками, либо там банками близким государству инфраструктурные вложения китайских же компаний, ну, которые просто строят на чужой территории, это не сильно помощь. А кредитов, не связанных, не было практически там у нас никогда. Ну, за исключение там буквально совсем маленьких сумм. Может ли сегодня Беларусь, которая находится между Евросоюзом и Россией, работать и с Евросоюзом, и с Россией? Потому что есть мнение, что нужно выбрать, кого ты больше любишь, папу или маму. И если ты находишься в таможенном союзе, и ты ориентирован на Россию, значит ты ориентирован на Россию. Если ты работаешь на Европу, значит Россия тебе будет принципиально вставлять палки в колеса и мешать. Есть ли возможность у Беларуси, находясь между Евросоюзом и Россией, работать и с теми, и с теми? Вы знаете, это ложная дихотомия, которая использовалась в том числе и для того, чтобы убедить российскую власть вмешаться в события на Украине в 2013-2014 году. Тогда некоторые советники Владимира Путина сказали ему, что Украина обязана выбрать таможенный союз или европейский союз. И тогда даже в Украине была такая шутка, что европейский союз это союз для европейцев, а таможенный союз это союз для таможенников. И в этом смысле хорошо, что таможенный союз переименовали в Евразес, Евразийское экономическое сообщество. И с другой стороны, конечно, можно быть и членом Евразес, и иметь соглашение о свободной торговле с Евросоюзом. И вот, например, Армения это член евразийского сообщества, а с другой стороны у нее есть глубокие отношения с Евросоюзом. И в этом смысле ничего такого невозможного нет. Россия, конечно, как мне кажется, сейчас сидит и потирает руки. Примерно ситуация аналогичная к 2010 году, когда был тоже разгон в декабре. Ну, с гораздо, конечно, меньшими темпами. Просто гораздо. То, что произошло сейчас, это просто ужаснуло весь мир и всю нацию. Но тогда тоже были санкции со стороны Европы. Длительный период, что называется, нормализации отношений был закончен. Вот это любимая политика Лукашенко многовекторности, когда он, знаете, там избушка-избушка, повернись к России задом или передом. И вот он так, в зависимости от конъюнктуры, туда-сюда крутился. Там ухудшались отношения с Западом. Он говорил, я тогда пойду, вы мне толкаете в руки в России. Или, например, ухудшались отношения с Россией. Он тогда пытался какие-то авансы давать Западу. Ну, вот как только у вас отрубается какая-то из двух крыльев этой политики, а очевидно, что он сам рукотворно это сделал, никто его не заставлял устраивать такие, в общем, жесточайшие вещи, которые происходили в течение первых трех дней после дня выборов, вот, то, конечно, сейчас он оказался целиком, как и в 2010 году, в руках России, полностью от их милости. Вот, и мы просто ждем, где же, собственно, это, как сказать, это зависимость проявится, когда Россия этим воспользуется. Да, вроде там уже сказали Россию, что готовы простить долги, там, да, и... Там не совсем так, да, там, ну да, звучала фраза, что готовы разговаривать на предмет реструктуризации долга. Да, именно об этом сейчас речь идет. Ваш личный прогноз относительно будущего Лукашенко? Получится ли у него удержать власть в нынешней ситуации? Я бы не стал делать такого прогноза, но единственное, что могу сказать, что действительно путь, при котором лидер, который не пользуется поддержкой населения, это мы видим, что он действительно не пользуется поддержкой большинства населения, может цепляться за власть только при помощи силы, и такой сценарий возможен, мы его наблюдаем в Венесуэле, когда относительно процветающая страна превратилась в распавшееся государство. Такой путь возможен. Я надеюсь, что этого не произойдет, и что Беларусь станет нормальной, мирной, процветающей европейской страной. И это, безусловно, и в интересах России. Это дружественный России народ, это люди, которые очень любят Россию. Я, впрочем, не встретил ни одного белоруса, который хотел бы, чтобы Беларусь стала частью России. Тем не менее, мне кажется, в российских интересах, чтобы в Беларуси была не Венесуэла, а условная процветающая центральная, восточная европейская страна, как Чехия или Словакия. Ситуация, на самом деле, патовая. То есть Лукашенко сказал, что, несмотря на много-много-много слов о том, что я не буду синими пальцами держаться за стул, как только народ мне скажет, нет, я тут же в портфель под мышку уйду, все прекрасно понимали, что это все Лукашенко. Несколько последних его действий, они говорят о том, что для него непризнание его победителем, вот той цифры, которая есть, воспринимается как государственное преступление. То есть вот Координационный совет, который был создан, цель которого была придумать какую-то переговорную площадку. По факту создания Координационного совета заведено Следственным комитетом уголовное дело по статье, значит, захват власти, что вообще абсурдно. То есть это как, грубо говоря, вот на войне одна страна расстреливает парламентера. Мало того, что это впадло, но еще это и военные преступления. И это вот его позиция. Он на этом стоит, он сейчас, вы же видели, бегает там с автоматом Калашникова, демонстрирует свою решительность и так далее. Проблема в том, что, ну вот насколько мне известно, за исключением очень близкого его круга, никто не верит в его победу даже внутри. Все понимают, что риски, которые понесены репутационные, они гигантские. Это будет сказываться на экономике, ну просто сразу и долго. Ну то есть Нацбанк в ужасе от того, что пять лет его работы по возвращению доверия к белорусскому рублю, они все буквально в три дня, значит, да, там спущены в унитаз. И все чиновники так говорят о том, что ну мы-то думали, что ну ладно, мы там, конечно, потеряем немножко лицо для Запада, но это будет не так страшно, это будет нечто вроде 10-го года. А оказалось, что это, ну, катастрофично просто, потому что это реально... Просто, ну, чтобы вы понимали, это, как сказать, миру предъявлен режим по жестокости, превосходящий нацистский. Потому что нацисты не держали в СС людей, которые получали удовольствие от своей работы. Таких увольняли, их считали профнепригодными. А у нас именно такие люди оказались вот в ОМОНе и, видимо, еще в каких-то подразделениях. Идти по пути поднятия ставок, усиления репрессий, я этой возможности нет. Потому что военная диктатура, да, с народом, который не считает тебя легитимным правителем, она стоит очень-очень дорого. Потому что вам нужно постоянно платить за особые условия действий силовикам. И просто потому что, ну, нужна какая-то ресурсная база. Это неэффективная экономика. У него нет пути движения вперед. Чем больше он настаивает на том, что нет, он все-таки победитель, тем сложнее ему оттуда выйти. Больше того он уже, вы видите, и силовики его повязали кровью. И он сам силовиков кровью тоже повязал. Удивительным указом, когда были названы поименные, то есть не ДСП, как это обычно, да, а дограждены там бойцы за исполнение там своего долга. Мы же понимаем прекрасно, почему это сделано. Потому что никогда эти списки не публиковались. Лукашенко до выборов, до дня голосования не вел избирательной кампании. Он посещал актив, ну, то бишь своих чиновников, которых не нужно убеждать, ты можешь им приказать. Он посетил четыре части военные. Ну, там ОМОН, спецназ и так далее, да, внутренние войска. Их тоже не нужно убеждать, ты можешь их приказать. Он не вел избирательную кампанию. А после выборов начал ее вести. Он ездит по трудовым коллективам, он выступает на заводах, он выступает на собраниях своих там согнанных людей, граждан, значит, на площади и так далее. Это нелогично вообще, если бы не думать о том, что, возможно, возможным выходом из этой ситуации может быть нечто аналогичное. Помните, был третий тур знаменитый после Майдана Януковича и Ющенко. То есть, например, при посредничестве, скажем, каких-то, ну, не знаю, там, российских переговорщиков и ОБСЕ, да, давайте проведем под эгидой, значит, международных наблюдателей. Вот это, ну, в данном случае уже не вариант третьего тура, а, скажем, вариант второго тура. И тогда это немножко хотя бы немного объясняет, какого черта Лукашенко начинает избирательную кампанию, при том, что она ему не нужна после дня голосования. Как сказал бы Пелевин, да, то есть отрицание победы Лукашенко так же бездравственно, как отрицание Холокоста, да. И одновременно деморализует, то есть вот удар по Координационному совету, который составляют, главным образом, люди, работающие в штабах, вот, трех кандидаток, которые объединились вокруг Тихановска, это тоже, в общем, объясняет, что происходит. Надеюсь, вам было интересно. Друзья, ставьте лайк этому ролику, пишите комментарии. Самое главное, распространяйте его, чтобы как можно больше людей узнало, что на самом деле происходит. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok